На днях к нам обратились жители Икши с жалобой на действующий прямо в черте городского поселения, незаконный, по их словам, мусороперерабатывающий завод. То, что мы увидели, заводом можно назвать с большой натяжкой, но то, что здесь перерабатывают мусор, это было очевидно. А у вас данные деньги? Конечно. Или тяните место? Конечно. А покажите, пожалуйста. А кто такие, что я вам показываю? Я представитель прессы. Если я даю запрос, то надо. Ну, хорошо. А какой запрос? Кому давали запрос? Я вам даю запрос. Покажите мне документы на то, что вы имеете лицензии. Я показываю документы тем организациям, которые мне необходимы. А вы, Александр, вообще откуда? Какая вам разница? У меня есть разница. Потому что мы местные жители, а вы откуда? Скажите, пожалуйста. Вы можете обратиться с данным вопросом к тому, кто нам сдает ларианты. Это обратились. Телефон я взял. Вы считаете, у вас законное абсолютное предприятие? Конечно. Все документы есть? Конечно. Почему тогда к вам вопросы возникают? Не знаю. Негостеприимный директор этого кустарного производства показывать нам документы, разрешающие данный вид предпринимательской деятельности, отказался. Со слов жителей Икши, это предприятие арендует участок земли у местного коммерсанта. И как сам коммерсант, так и их шансы уже давно недовольны соседством с этим заводником. Из-за проблем с окружающей экологией, которые он создает. Когда здесь обнаружили, как обнаружили вот это производство? Ну, я обнаружила весной этого года. А жители говорят, что уже давно этот завод работает. И с весны уже мы плотно занимаемся, чтобы этот завод остановить. А что там делают? Там делают гранулы из отходов, пластика привозят. Эти отходы привозят, видимо, с мусорных полигонов, в упаковках. И эти мусорные контейнеры, которые привозят, их сортируют на картон и на пластик. Остальное, то, что не нужно, выкидывают в контейнера. Раньше сжигали. Раньше сжигали. Территория за цехом мусоропереработки превратилась в гнилостное болото. Сюда сбрасываются воды, прошедшие производственный цикл. Мы были на объекте сразу после дождя. И то отвратительный запах отходов чувствовался весьма явственно. Как нам рассказал представитель юрлица, сдавшего в аренду эту территорию мусорному предпринимателю, арендатор давно обещает поставить здесь фильтры очистки производственных сливов. Но так до сих пор этого не сделал. Во-первых, рядом поселок находится, детская спортивная школа. Здесь каждый год, все лето, с июня месяца, по август месяц, дети живут в палатках. У них спортивные лагеря, вот они играют в волейбол. И у нас вот прямо в 100 метрах детский сад рядом и поселок. Частные жилые дома. Да, частные жилые дома. Дышать вообще нечем. Вот шли дожди, мы все думали, что это может от мусорки отношить. А оказывается, вот здесь еще хуже мусорка, чем... То есть сбрасывают вот здесь отходы? Да, да, сбрасывают отходы. Химички? Да. Дышать у нас нечем на поселке. На этот объект уже дважды приезжали инспекторы Министерства экологии и природопользования Московской области. Пофотографировали, поговорили с местными жителями, записали все. И на этом пока экологический контроль закончился. Активные икшанцы сейчас пытаются обратиться в другие структуры, чтобы привлечь к ответственности предпринимателя, устроившего у них под боком экологически вредное производство. Ранее в адрес государственного административно-технического надзора поступали неоднократно жалобы местных жителей. В ходе проведения осмотра, в том числе совместно с заявителями, было установлено, что на территории поселка Икша расположены территории, принадлежащие юридическому лицу на праве частной собственности. Организация сдала в аренду индивидуальному предпринимателю часть своей территории с помещением, в котором предположительно осуществляются работы по переработке мусора. Территория содержалась в ненадлежащем состоянии, что являлось нарушением требований закона Московской области о благоустройстве Московской области. По факту ненадлежащего состояния содержания территории, индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность на данном участке, привлечен к административной ответственности в виде штрафных санкций. Ему было вручено предписание об устранении нарушений.